С вами канал Учебник Слух. Окружающий мир, 4 класс. Тема урока в пустыне Африки. Природа нашей планеты очень разнообразна. Чтобы познакомиться с особенностями природы материков, совершим путешествие. Представь, что ты перелетел на самолёте из Москвы в Каир, город на севере Африки. Каир – столица древнейшего государства Египет. Большая часть этого государства находится в нижнем течении реки Нил. На весь мир славятся памятники древнего Египта, пирамиды и сфинкс. Эти сооружения поражают не только своими размерами, но и искусством создавших их мастеров. Пирамиды расположены в пустыне Сахара. Это одна из самых больших и жарких пустынь планеты. Небо здесь почти безоблачное. Днём поверхность Земли нагревается до плюс 80 градусов Цельсия. Температура воздуха при этом повышается до плюс 50 градусов. Ночью поверхность Земли и воздух быстро охлаждаются. Дожди в Сахаре бывают очень редко, а вот песчаные бури часто. Во время бурь раскалённый ветер переносит тонны песка. Немногие растения приспособились к условиям жизни в Сахаре. Небольшие колючие кустарники и травы, верблюжья колючка, солянка, полынь добывают воду с большой глубины благодаря длинным корням. Переносить засуху растениям помогают мелкие листья. У отдельных растений листья заменены колючками. В пустыне есть растения, которые появляются только после дождя. Пока имеется влага, растения успевают отсвести и образовать плоды с семенами. Затем они высыхают, а семена разносятся ветром. Деревья можно увидеть только в оазисах, местах, где есть вода. Здесь выращивают финиковую пальму, хлопчатник, пшеницу, бананы и другие теплолюбивые растения – гранаты, персики, абрикосы. Животные Африки хорошо приспособились к условиям жизни в пустыне. В самые жаркие часы дня они скрываются в норах, взрываются в песок или прячутся в тени растений и барханов. У большинства животных окраска серовато-желтая. Она сливается с выжженной солнцем поверхностью пустыни, что делает животных малозаметными для своих врагов. Многие животные сахары нетребовательны к воде. Им достаточно влаги, которая есть в пище. Среди животных сахары много различных насекомых – кузнечики, саранча, жуки. Из жуков наиболее знаменит скоробей – священный символ древних египтян. Этот жук делает из навоза шары и катает их по пустыне. Шары служат запасом корма для будущих личинок скоробея. Нередко в пустыне встречаются скорпионы. На конце длинного брюшка скорпиона находится изогнутая игла, на вершине которой открывается проток ядовитой железы. Игла служит для умершления добычи и защиты от врагов. В Сахаре обитают черепахи, змеи, ящерицы. Самая крупная ящерица – варан – достигает в длину 160 сантиметров. Варан очень быстро бегает, питается в основном насекомыми. Среди млекопитающих здесь встречаются грызуны. Они питаются сочными частями растений. Из грызунов наиболее интересен тушканчик. Задние ноги у него намного длиннее передних. Одним прыжком он может преодолеть расстояние до трех метров. Длинный хвост помогает сохранять равновесие. Грызуны – основная пища змей. В Сахаре обитает ушастый еж. Целый день он сидит в норе, а ночью охотится. Питается насекомыми, пауками, скорпионами. Уши лисицы феника достигают в длину 15 сантиметров. С их помощью феник охлаждает тело, отдавая лишнее тепло. Из крупных млекопитающих в Сахаре встречаются антилопы. Эти животные отправляются на водопой один-два раза в неделю, преодолевая расстояние в несколько десятков километров. Антилопы могут передвигаться по пустыне со скоростью до 60 километров в час. На окраине пустыни обитают гепарды, гиены, львы. Они нападают на приходящих к водопою антилоп и других животных. Основное занятие местного населения – разведение скота, коз, овец, верблюдов. Все эти животные могут питаться жесткими травами пустыни. Животноводы ведут кочевой образ жизни. Земледелием население занимается в оазисах и в долине Нила. В Сахаре добывают полезные ископаемые – нефть, природный газ, железные и медные руды. В районах добычи полезных ископаемых построены промышленные предприятия и поселки. Хозяйственная деятельность нередко приводит к вредным для природы и человека изменениям. Например, от чрезмерного выпаса скота вытаптываются растения. Почва, лишенная растительности, легко развивается ветром. Это приводит к увеличению площади пустыни. Подпиши на карте восточного полушария, какие моря и океаны омывают берега Африки. Поставь на паузу, чтобы выполнить задание. Проверь себя. Подпиши реки Африки. Поставь на паузу, чтобы выполнить задание. Проверь себя. Выбери растения, которые растут в Сахаре. Проверь себя. Выбери животных, которые живут в Сахаре. Проверь себя. Продолжение следует...